Друзья, привет! Сегодня мы за кадром. У нас сегодня стоит задача следующая. На катере установлено рыбопоисковое оборудование Raymarine, соединенное через шины NMEA 2000 и SmartCraft с двигателем Mercury, 115 лошадиных сил, на котором Trim-система стоит. Задача какая? Посмотреть в онлайне показания топливного датчика механического, который у нас есть, и вывести эти данные на прибор. Именно на Raymarine серии Alpha 98. Задача стояла в следующем, что не просто использовать менеджер топлива, который есть в этом приборе, и который мы можем спокойно настраивать и смотреть чисто математическими вещами вычисления от полного бака до топлива, который остался в соответствии с расходом именно от двигателя, от форсунок. По протоколу данные передаются. А задача стояла именно, если вы приехали на заправку, залили, например, 20 литров бензина, при этом у вас бак пустой или там 10 литров осталось, и посмотреть в онлайне, насколько изменятся показания датчика топлива и как это будет отображаться на приборе. Значит, что нам пришлось сделать? Нашли мы гарвиновский датчик GFS-10, так называемый. Во-первых, включили его в топливную магистраль, во-вторых, мы подключили его к указателю уровня топлива, механическому, оригинальному опять же. Но столкнулись с определенной проблемой, что его нужно было откалибровать. Значит, и сейчас мы покажем, как это правильно калибруется, как это связывается. К сожалению, пришлось использовать для калибровки датчика Garmin, включенного в сети NMEA 2000, и для дисплея Raymarine, который у нас будет отображать данные, пришлось использовать голову Garmin GPS Map 721XS, которая у нас совершенно случайно оказалась. Значит, что нужно сделать, чтобы откалибровать датчик и настроить это оборудование для корректной работы. Значит, подключаем Garmin, включаем его в единую сеть NMEA 2000, и на этом приборе, на Garmin, мы пытаемся это все настроить. Значит, заходим в меню «Связь», «Настройка NMEA 2000» и «Список устройств». В списке устройств у нас присутствует Garmin, наш датчик GFS-10, значит, это топливный датчик, сам все приборы Raymarine, и кабель Mercury Marine Gateway, служащий для передачи данных от двигателя в шину NMEA 2000, на любое оборудование в сети с шиной NMEA 2000. Значит, заходим дальше в датчик Garmin GFS-10, и видим, что у него уровень топлива 0, расход 0, серийное обеспечение и прочее, и нажимаем кнопочку «Настройка». Значит, в «Настройке» нам необходимо сделать самую важную вещь – это калибровка уровня топлива. Значит, здесь можно, во-первых, сбросить свою калибровку, либо назначать новые точки калибровки. Значит, основные точки – это верхняя точка, когда у вас бак на 100% заполнен, и, соответственно, нижняя точка – уровень топлива 0. Значит, в настоящий момент у нас вытащен топливный датчик из бака, и поплавок находится практически на уровне 0. То, что мы делаем. Значит, когда у нас происходит калибровка, нам необходимо задать новую точку калибровки, и, например, подвинуть поплавок. Мы уже откалибровали свой датчик, чего и вам желаем. Вот пошли данные по калибровке. Сейчас они поднимутся до 100%. Значит, вот у нас датчик поднялся до 100%, показывающий уровень топлива именно 100%. Значит, ну и наш датчик тоже находится в верхнем уровне – поплавок. И дальше производим калибровку именно поплавком, задаем новую точку, центральное положение можем задать, на 25% можем задавать, ну и, соответственно, на 75% можем задавать. Тем самым у нас, во-первых, изменяется показание механического датчика, и здесь у нас изменяется показание нашего электронного датчика. Значит, вот. Ну и самое главное, надо, необходимо не забыть объем топливного бака, который выставляется также через меню. на лодке Беркут Эльдвин Консоль это является равно 100 литрам. Вот. Так как это все дело объединено в единую сеть ЭНМИ-2000, то на приборе Реймарин через кнопочку «Мои данные» мы видим отображение всего топлива. Так, ну и из полезного, на самом деле, для удобства эксплуатации данного прибора Реймарин Альфа-98 на панели работы двигателя необходимо отобразить какие-то дополнительные данные, важные, которые выводят параметры именно двигателя. То есть это расход топлива, расход топлива мгновенный, аккумуляторная батарея, скорость, глубина, топливный бак, остаток уровня топлива в баке, ну и, в общем-то, в процентном соотношении сколько у нас осталось топлива. Вот. Так как мы произвели настройку датчика, можем отключить наш Гармин. Теперь, независимо от того, сколько вы топлива добавите в бак, на этом оборудовании у вас будет отображаться информация по реальному количеству топлива в топливном баке. И вы можете одновременно смотреть не только расход топлива мгновенный, среднестатистический за поездку на Раймарине, ну и фактический остаток уровня топлива в баке. Всем удачи! Надеемся, наше видео поможет вам в дальнейшем настроить все эти NMEA 2000 и различные оборудования, которые включены в него.